Сегодня им будет и герой нашей программы Андрей Катков Перебило дыхание, я даже не понимаю Подожди Готов, поехали Расфокусировка А йога это такая, это и искусство, и философия, и наука Шаг вперед Здравствуйте, это «Легенда цирка», меня зовут Эдгард Запашний Герой нашей сегодняшней программы испытывает по-настоящему космические перегрузки, стоя на руках Он балансирует и гнется так, как будто сделан из пластилина С большим удовольствием хочу представить вам лауреата двух международных цирковых фестивалей «Цирк завтрашнего дня» Эквилибриста Андрея Каткова Отточенность каждого движения Чистое выполнение элементов И все это в крутке Главная награда фестиваля «Идол», ведущим которого я являюсь Это статуэтка Эквилибриста Создается впечатление, что создана она по образу и подобию Андрея Каткова Удивительно, но в начале Андрей, сын цирковых артистов, не торопился идти по стопам родителей Папа работал на турниках, мама в партерной рамке Ни тот, ни другой жанр его не привлекали Да и сам цирк поначалу как-то не принимал Я вижу артистов, которые, они тогда еще готовились, я это вижу, я даже не понимаю То есть для меня такой мир, который мне сложно было воспринять То есть это было какое-то некое чудо, не знаю, это какая-то сказка И я себя, ну я себя не мог найти там, конечно же Андрей ушел в спорт, это была его стихия Такая начальная стадия карьеры была очень прям в гору То есть там чемпионаты России, чемпионаты Москвы Моим коньком была техника, моим коньком была хореография, красота линии То есть вот чистота, это было мое Мама привыкла, что я в соревнованиях всегда очередную вазу привозил А потом, со временем, когда я стал расти, естественно, увеличилась сложность, увеличился вес Ну то есть человек растет, да, начались падения, начались травмы То есть включился мозг, включился страх И на соревнованиях это достигало такого апогея И вот чем взрослеть, тем это было хуже Вот это волнение захлестывало очень сильно Тремор, который я не знал, как успокоить Завершив спортивную карьеру, Котков снова решил попытать удачу в цирке Но какой жанр выбрать? Случай решил за него В номер на пиржах требовались эквилибристы Так Андрей стал верхним То есть не тем, кто держит пирж, а кто, находясь наверху пирша, выполняет элементы В цирке, в отличие от спорта, другая техника Но не это было сложным для Андрея Настоящим испытанием стал страх перед зрительской аудиторией Как же он свяжет свою судьбу с цирком, если боится выступать? Начинается какой-то антинастрой, да, неправильный Эта мысль, то, что ты можешь не сделать, она вдруг начинает расти Это происходит, чем ближе к выходу, тем больше Андрей преодолевал себя каждый раз, когда выходил на манеж И вскоре привык А затем с коллегами он сделал еще один номер Русская палка Там уже действительно опасность на лицо И там никаких лонж, там работа честная Там вылет в воздух, там очень ограниченная опора И вот там меня стало так потрясывать Но опять же, вот эта вот ответственность и чувство плеча партнеров И ощущение общего дела Мне придавало уверенность Андрей и здесь был верхним Его подкидывали на палки, он делал с альтамартали в воздухе И приземлялся обратно Еще больше риска Еще одна проверка себя на прочность Травмы Конечно, я пролетал мимо палки Самое обидное, кстати, это больше даже обидно А потом больно Когда ты ее ожидаешь, она тебе сейчас, ты на нее приземляешься А она берет ее так вот сбоку тебя и по всей стороне по ноге И вот еще в подмышку Как ударит Коллектив пользовался успехом и много гастролировал Но в какой-то момент оказался на простое То есть без работы На малооплачиваемые контракты артисты не соглашались А потому вынуждены отдыхали Шел месяц, второй Андрей хотел работать и развиваться Но как быть? Неужели бросать коллег? Мой партнер верхний, спершей Говорит, ну теряешь время, иди репетируй Люди репетируют, обращайся Ну там были преподаватели, были мастера Он говорит, вон, иди вот туда Поговори и начинай Я всегда слушал советы Рубрика «Риск незапашный» На этот раз братом Как в балете Та же как в акробатике Да, да, да Что происходит за кулисами главных цирковых конкурсов? Я оцениваю свое выступление на золото Ну как бы И как проявляется магия цирка? Этот магнетизм, он не прекратится никогда Андрей увидел, как на манеже репетирует артист Виталий Беляуа Со своей дочкой они делали эквилибр на руках И Андрей понял, что хочет делать то же самое Вот то, что ему нравится Он сделает этот жанр своим основным И будет работать отныне не в составе группы, а сольно Для подтверждения своего какого-то желания Ну я всегда искал где-то, чтобы мне кто-то Типа, да, 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 все правильно Какие-то знаки Естественно, я, Виталий Николаевич, говорю Там педестал продают Я говорю, я не знаю Мы на тростях репетируем Он говорит, надо брать Я говорю, ну там стоит Надо брать И да, и мы взяли И буквально сразу же Через какое-то время Я уже работал на этом педестале На манеже цветного бульвара То есть оно друг за другом Своё первое двухминутное выступление Андрей запомнил навсегда Его трясло Он волновался Но отработал чисто Андрей Котков всегда мечтал делать что-то эстетически красивое И вот, наконец, смог это реализовать Там же, в цирке Никулина Его замечает молодой, дерзкий и перспективный режиссёр Руслан Ганеев Который прославился в цирковой среде Своими смелыми постановками И необычным подходом к работе Я сразу спросил Вот педестал Я говорю, мы можем что-то на нем сделать Он говорит, неа Я говорю, а что мы можем сделать Он говорит, все трюки, которые делаешь Переноси на пол А потом поговорим И всё, я занялся этим В стиле Ганеева до последнего не говорить артисту В каком образе он будет работать То же было и Скотковым Режиссёра поразили какие-то сверхчеловеческие способности артиста Умение гнуться в разные стороны Словно он из пластилина Он направлял меня по трюкам Мы создавали какие-то комбинации Мы вымеряли время, тайминг Какая-то набросок музыки уже пробовали Но до последнего века я не знал, кто это, что это будет Я знал, что он всегда придумывает некий образ И в итоге он сказал, что я вампир С вампиром Андрей Котков отправляется на свой первый фестиваль во Францию Но получает всего лишь бронзу Почему? Артист выступил плохо? Или жюри не понравилась постановка режиссёра? Людям, я знал точно И слышал это И прямо это ощущал Что люди говорили о номере Руслана Ганеева Вампир Но кто это был вампир? Наверное, все забыли Ну не то, что забыли Но как бы никто этому внимания не уделял Естественно, меня это задевало Ну как артиста, я сразу же начал работать над тем Кто я в этом номере Что я в этом номере Именно после этого номера возникла идея Чтобы Андрей не просто работал на устойчивой поверхности Но и на вращающейся Был сделан специальный аппарат 25-килограммовая вертушка Но работать в постоянном движении оказалось совсем непросто Нужно было просто безошибочно стоять ровно в полувертикали И загибаясь в разное положение тела Нужно очень грамотно распределять свой вес вокруг центральной точки Но неделя, вторая, третья, четвертая, месяц, второй И он насилил эту идею Андрей нереальный пластилин для режиссера При вращении нужно было суметь не только красиво и точно выполнить трюки Но и постоянно держать баланс, чтобы не заносило А что ты сейчас делаешь? Я выравниваю уровень для того, чтобы вращаться можно было идеально ровно Подожди Когда твой аппарат выносят на манеж Ведь какая вероятность того, что в яму попадет ковер неровный? Перед шоу мы отстраиваемся То есть люди ставят в конкретные точки, ты обозначаешь А было такое, что ты выходишь и понимаешь, что он неправильно стоит? Не раз И что делать? Всем, чем можно, просто схватаюсь в конструкцию Чтобы не рухнуть То есть меня начинает выбивать Я просто немножко себя ограничиваю, снижая скорость Вынужден Сколько раз в жизни ты вылетал отсюда? Наверное, три раза я вылетал Жестко, да? На то, чтобы чисто выполнять свою работу на вертушке У Андрея ушло около двух лет Каждый человек может? Нет А как это протестировать? Как понять? Просто крутить, пока не стошнит? Я всегда сначала людям предлагаю покрутиться на ногах Так Вокруг себя А теперь поехали Эксперимент Ваша любимая рубрика «Риск незапашный» Вестибулярный аппарат у меня не очень Поэтому в данном случае рискуют те, кто вокруг Что это? Я смотрю глазами на точку на ладони Да, да Если я кручусь влево, это левая ладонь Да И я делаю таких 10 кругов С любой скоростью, с комфортной Ага А потом я останавливаюсь Можно 2-3 секунды, чтобы прийти в себя Ага И потом попытаться встать на одной ноге Так Или руки Человек со способностями будет стоять? Будет Смотрим Так Ладонь Да Смотрю на ладонь Да 10 кругов Стоп На одну ногу Что теперь? Поднимаем одну ногу, руки вперед Руку И это на полу А что будет на самой вертушке? Расфокусировка Да Почему рубрика «Риск незапашным» – это только про меня Брат с такой же фамилией Попробую на нем Поехали Сначала С этим можно пожестче Один Тело в центр Корпус в центр Та же как в балете Та же как в акробатике Да, да, да Пошел по прямой Пошел по прямой Пошел Пошел по прямой Три, четыре, пять, шесть, семь У него лучше, видишь? А ну вот так На двух ногах? Нет, спасибо На одну ногу Делай давай Глаза закрывай Тихо, тихо Сегодня личный рекорд Андрея на вертушке – 103 оборота за одну минуту Но свой вестибулярный аппарат Андрей готовил к этой работе долго Завел правило – не есть за три часа до репетиции и пить только чай до выступления Понемногу стал вводить элементы в работу И вскоре у него появились даже последователи Ты понимаешь, что ты один в мире? Да Но уже нет Но я не был первым Не первым, но долгое время ты был единственным Да, да, да Это круто Я рад, что за мной пошли люди, которым понравилось И которые тоже уже делают очень красиво После этого Андрей решил попробовать для себя еще новые жанры Колесо сера и трансформацию Это иллюзионный номер со множественной сменой нарядов Трансформацию решили работать вместе с супругой – танцовщицей из циркового балета Но на удивление для Андрея это оказалось еще сложнее, чем работа с собственным телом Это было очень сложно Было реально, очень много занимало время на подготовку Когда мы уже сделали этот номер У нас получалось, что мы должны все это после номера разобрать, подготовить И времени на отдых вообще не оставалось Не успевали восстанавливаться Мы отрабатывали, мы работали контракт один И иммунитет настолько сильно тоже подорвали Организм реагировал уже на малейшее какое-то отравление Еще что-то очень сильно было С трансформацией все-таки пришлось завязать И бросить все силы на сольный номер Но работа на подвижном снаряде Теперь не подходила к постановке в амбир И Руслан Ганеев сделал с ним новый номер Посол С ним аквилибрист снова едет на фестиваль покорять французского зрителя На этот раз берет серебро Дело в том, что на фестивале невозможно сделать То, на что-то способен И физически, и психоэмоционально, и энергетически невозможно Я оцениваю свое выступление на золото Ну, как бы Золотой человек Именно таким видели зрители эквилибриста Каткова На шоу «Эпицентр мира» в Большом московском цирке и цирке Чинезелли Он закрывал грандиозное шоу Надо сказать, это редко делают сольные номера Но случай с Андреем – исключение Красивое, зрелищное появление и выступление не оставили ни одного человека в зале равнодушным А после «Эпицентра мира» Андрей попал в самый эпицентр пандемии Последний год он работал по контракту в Китае Где увлекся йогой Но заменит ли в его жизни одно увлечение другое – пока не ясно Цирк – это искусство, а йога – это такая… Это и искусство, и философия, и наука Шаг вперед Не забывая, конечно же, цирковой жизни Я вот сейчас не был в цирке долгое время, да, после приезда Я как-то в цирку не ходил И вот я буквально вот зашел в цирк Я прям, я вчера до последнего момента здесь сидел Прям вот рядом с манежем я прям не хотел уходить А мне, ну, этот магнетизм, он не прекратится никогда Сейчас у Андрея Коткова есть мечта Это принять участие в международном цирковом фестивале в Монте-Карло Почему этого не произошло до сих пор, лично для меня, остается загадкой Андрей Котков достоин того, чтобы о нем знал и говорил весь цирковой мир Ну а в конце программы хотелось бы вам напомнить о нашей новой рубрике Удиви Запашного Если вы или ваши друзья обладаете уникальными возможностями Вы готовы удивлять То снимайте и присылайте свое видео Это были легенды цирка Меня зовут Эдгард Запашный Всем хорошего дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok